В Алматы состоялась церемония возложения цветов в память о сотрудниках ЧАЭС, отдавших свои жизни, выполняя профессиональный долг. Мероприятие приурочено ко Дню Спасателя, который ежегодно празднуют 19 октября. Мало кому известно, что в Алматы проживают целые династии борцов со стихийными бедствиями. В одной из пожарных частей мегаполиса установлен обелиск памяти погибших героев. В церемонии принял участие и наш корреспондент Денис Земцов. Этот обелиск был возведен в 2009 году. На нем выбиты фамилии тех, кто отдал свои жизни, выполняя профессиональный долг. Ежегодно здесь собираются друзья, родственники, коллеги и сослуживцы тех, кто пал в бою, спасая ближнего. Обелиск установлен в этом месте не случайно. В 1989 именно из этой части на очередной вызов отправилась группа пожарных. На железнодорожных путях произошла авария, в результате которой загорелись цистерны с топливом. Бушующее пламя удалось ликвидировать, однако огонь унес жизни девяти спасателей. Такие мероприятия воспитывают у личного состава верность служебному долгу и заставляют нас, вселяют в нас уверенность в верности выбранной профессии. Ежедневно сотрудники противопожарной службы города Алматы совершают в среднем около 12 выездов. Пенсионер Азат Сыдыгалиев всю свою жизнь посвятил профессии пожарного. Он боролся со стихией во всех регионах Казахстана, а затем стал наставником и воспитывал курсантов. Из-под его крыла вышло немало руководителей и даже генералы. Сам Азат Сыдыгалиев является родоначальником целой династии пожарных. В его семье 10 спасателей. Я думаю, из своих династий, своих, скажем так, своих братьев, своих племянников, всех действительно, кто я назвал 10 задгалиевых, я воспитал именно в духе патриотизма, духа отдать для спасения людей всю свою жизнь. Одна из его родственниц Майра Косенова работает заместителем руководителя Центра оперативного управления силами и средствами. Именно ее сотрудники принимают вызовы горожан по линии 101. Тринета, выходите на свежий воздух, ожидайте технику. Майра Косенова рассказывает, что работа нелегкая. Ежедневно на пульт 101 поступает более 600 звонков от обеспокоенных жителей. Звонки бывают разные. Зачастую люди в панике не могут называть свой адрес и другие необходимые данные, задерживая драгоценное время, когда каждые секунды на счету. В среднем количество выездов за сутки бывает от 10 до 15, а в летний период бывало и такое, что выезжали 40 раз. Только за этот год сотрудниками службы пожаротушения было спасено 27 человек и более 150 были эвакуированы из опасных зон. Денис Зимцов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алмата.